Я работаю в одной небольшой студии, которая снимает сериалы на наше местное телевидение. Собственно помощник менеджера, составляю списки, веду расписание и так далее. Так вот случилась как-то такая история, которую в шахматах называют пад. А все началось с кастинга. Пришли, значит, девушки на пробы. Актерская игра у них, конечно, так себе, но это режиссеру лучше знать. Но эти странные дамы почему-то придумали себе, что это я тут все решаю. А потому накинулись на меня в гримерке и, так сказать, уговаривали дать им роли. И очень активно это делали, без одежды. Хоть я и говорим им, что это бесполезно. В смысле не я решаю, но они почему-то меня не слышали. У одной даже кольцо было на пальце. И она не постеснялась, тоже так сказать, продвинуть свою карьеру. Так вот, конечно, им эти манипуляции не помогли и на роль их не взяли. Однако спустя пару месяцев история имела продолжение. Явился к нам какой-то сценарист и предложил свой сценарий на пробу. У меня как раз было свободное время, а я очень люблю читать. Вот я и решил почитать сие творение. Читаю я, значит, его, а там речь идет о герое, который любит соблазнять женщин. Соответственно, он рассказывает про свои похождения. И в какой-то момент я начинаю сопоставлять события своей жизни с текстом сценария. Уж очень там подробно рассказано, кого где и в каких условиях он соблазнял. И в какой-то момент я узнаю в героях этого сценария свою жену и тещу. Блин. Конечно, я уже хотел идти бить морду и ругаться с женой, а потом глянул на обложку сценария. А там фамилия такая редкая. Такую я видел только один раз. Как раз у той дамы с кольцом на пальце, что на пару с подружкой активно старалась получить роль в той гримерке. Вот, значит, как? Выходит, мы квиты с ним, что ли? И что теперь с женой делать?